Что касается учебника «История», о котором сейчас идут дискуссии, нужно очень четко заявить одну простую вещь. История в школе — это не предмет исследования научной истины. Научная истина должна остаться в институтах, и в университетах, и на научных конференциях. В школе мы историю учим для того, чтобы получить гражданина государства. Вот точно так же, как у нас есть нечто общее, что делает нас гражданами государства. Это гимн, это флаг, это Кремль, это наша общая история, наше общее понимание будущего, наши ценности. Точно так же работает и учебник истории. То есть это в значительной степени мифология. С самого начала нужно это признать и именно из этого исходить. И писать учебник истории, исходя из презумпции невиновности России. Поэтому никаких научных споров там вообще вестись не должно. Что хорошо, что плохо. Если что-то негативно влияет на образ и имидж России в сознании ребенка или в сознании других, оно должно оттуда изыматься. А то, что работает позитивно на образ, должно, наоборот, всячески подчеркиваться и насыщаться. Только такой учебник истории нам нужен, и никаких не должно быть там вариантов, различных споров. У нас же нет 20 гимнов, чтобы мы говорили. Вот этот этому нравится, а этот еще кому-то. Или флагов 20 штук. Также должен быть единый канонический учебник истории, несущий воспитательную функцию, объединяющую функцию, а не научную.